Медики констатируют, грипп с пневмонией поражает прежде всего молодежь. В этой палате самому взрослому пациенту 40 лет. Но такой больной здесь только один. Всем остальным ребятам от 20 до 30. И таких в больнице большинство. Владимиру Мелехову 29 лет. Диагноз – пневмония. В инфекционное отделение с температурой 39 его привезла скорая. Сначала была головная боль, ломки, усталость. Потом задышка. Вот под вечер была задышка. Когда домой пришел, соответственно, посмотрел температуру. Температура была 38,7. Потом на следующий день, соответственно, дошла до 39. Глаза болели, пекли очень сильно от температуры. Температура держалась 3 дня, а на 4-й у парня подтвердили пневмонию, на лечение которой уйдет примерно 2 недели. Сейчас жизни Владимира ничего не угрожают. Врачи говорят, его удалось спасти, потому что вовремя обратился за медицинской помощью и не занимался самолечением. Но так везет далеко не всем. От воспаления легких в регионе умерли 32 человека. Трое из них – дети. Главный инфекционист Донецкой области Ольга Домошенко говорит, медики надеялись на спад заболеваемости в декабре, но напрасно. На этой неделе много новых тяжелых больных. Все койки в реанимации заняты пациентами с диагнозом пневмония. Этот вирус, он очень своеобразен, он пневмотропен, ему свойственно в короткие начальные периоды поражать легкие, вызывая тяжелейшую двухстороннюю тотальную пневмонию. Практически легкие перестают функционировать. Наступает вначале дыхательная недостаточность, затем полиорганная недостаточность, поражение других органов, в частности почек, и больные погибают. Калифорнийский грипп отличается от сезонного. В каждом отдельном случае вирус ведет себя по-разному. Кто-то отделывается невысокой температурой, а у некоторых за двое-трое суток или даже часов легкие поражаются полностью. В областной санстанции, говорят, пока эпидемический порог в Донбассе не превышен. До 6 тысяч заболевших в день это характерно для сезона. И ко второй волне гриппа регион готов. Сейчас достаточно противовирусных препаратов и масок, но вакцины от калифорнийского гриппа у нас пока нет. Еще не решен вопрос на государственном уровне. Но мы уверены, что этот вопрос будет решен. Вакцину проверять по всем требованиям законодательства и сертифицировать ее. Тогда вакцина будет безопасна для нашего населения. Мы будем первые, кто будет пропагандировать ее применение. Врачи говорят, большая часть больных на сегодняшний день выздоровела. Люди уже работают, и пандемический грипп на их здоровье особо не отразился. Но медики еще раз советуют не заниматься самолечением и при первых признаках болезни обращаться в больницы. Александра Христенко, Андрей Горожа, Панорама.